Ой, мои любимые, привет, привет, доброе утро, доброе утро. У нас, как обычно, у нас завтрак и пожелания друг другу всего самого замечательного. Кофе сварила, ох, еще не остыла, турка теплится. О, слушайте, встаешь с кроватью уже разбитая, уже просто разбитая. А я просто представляю людям, которым нужно каждый день на работу. Кстати, сейчас я пойду на работу и пойду сознаваться Вадику, что я улетаю, что не знаю, когда вернусь. Я ему все еще не сказала. Малышка Аннабель вас приветствует. Привет, привет, я Аннабель. Маленькая моя девочка. Давайте дам глоточек. Попробовать кофейку. Осторожно, горячо. Я буду хорошей мамой. Губы намазаны гигиеничкой, чтобы ее щечки шелковые не тратить, как сказать, не портить. Сделала такую имитацию поцелуя. Маленькая я девочка. Ну, навряд ли, да, у меня блондинка родится. Хорошая девочка, хорошая. Кстати, я лицо крем не намазала. У нас холодно и пасмурно. Ну, вот такая вот погода. Да, 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 да. Так себе погодка так. Ну, холодно, наверное, градусов 16. Только что включила телевизор. На первом канале Елена Малышева. Программа здоровья. На втором канале, на Россия 24. Это один из моих таких вот фаворитов канала, в которых я смотрю. На Россия 24 подключились Вести Урал и пиздят там о коронавирусной инфекции. Я поняла, что, боже мой, боже мой. Опять прирост, опять всплеск заболеваний. Короче, это жесть. Это реально, это жесть. За вчерашний день 24 диагностированных случая в Каменске Уральском. Вот так вот. Кофе остывает. Так мне надо выбрать сережки, в каких я пойду. Вот в этих вот, в своих. Вот в этих вот, в малышках. Которые вот с бриллиантиками с небольшими и 750-й пол. Да, да, да. Да, 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 да. У меня осталось два дня до уезда. Два дня, да, от Лёва. Сегодня и завтра. Сегодня в два часа мне нужно идти на... на сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Так, всё. Глоток кофе. Доброе утро. А, горячо. Горячо. Мои хорошие, я всё понимаю. Каждый день одно и то же. Я всё понимаю. И у вас тоже. Каждый день одно и то же. Просто я видео снимаю для тех людей, кто меня действительно любит. Кто действительно вот живёт, знает там, допустим, какую-то часть моей жизни. Для тех, для кого я приношу удовольствие. Если я вот вам, как сказать, вот уже всё опротивила, пожалуйста, не смотрите. У вас тоже каждый день одно и то же. И у меня тоже. Смотрите, ещё раз повторяю, что я так и так завтракала бы на балконе. Я так и так пила бы кофе, открыла бы ставни и смотрела. Я просто это делаю вместе с вами. Вот и всё. Чёрный хлеб, масло, жёлтые помидорки. Здесь три яйца. Три яйца, ложка майонеза. Сейчас покажу. Три яйца, ложка майонеза. Вот такая вот жопка колбаски и шампиньоны. И сверху, уже сверху, посыпана укропом. А укроп такой термоядерный вкус, да? Какой-то цвет, не вкус цвет имеет. Я сейчас стою позавтракаю и пойду. Я говорю, я пойду к Вадику. Вадику не сказала. Скажите, что же он будет шокирован. Возможно, будет орать. Но мне... Ой, не подгорело. Поверь, я кулатненький. Кстати, вчера купила колбаску. С собой повезу в Турцию. Два батончика купила. Увезу с собой. Потому что я всё ещё не нашла апарт-отель, где буду жить. Я буду жить в апарт-отеле и завтракать буду в номере. Скорее всего. Ну, либо даже в качестве перекуса. Пускай она у меня будет. Хотя не знаю. Да, пускай будет. Угу. 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 Мои хорошие. Вот такая вот колбаска. Вот такая. Продается сейчас в пятерочке. С 48% скидкой. Это очень вкусно. Во-первых, она такая кусковая. Ветчина. Она очень вкусно. Так она стоит 360 рублей. Сейчас 150. С чем-то. Или 160 лет. Короче. Имейте в виду. Да, я её повезу с собой в Турцию. Ничего страшного. Я планирую позавтракать за 15 минут и уже выходить из дома. Угу. Угу. Я уже приняла. Серёжки я надела. Кремом я намазывалась. Какие ещё дела. Время уже. 10-12. Вот так. Начала вести переговоры с одним парнем, который будет подыскивать мне квартиру. Вот так вот. Я прилетаю. И дня 3-4 просто бездельничаю. Просто хожу по Аллане, гуляю, на пляж хожу 2-3 раза в день. Пью свежевыжатый сок. Угу. Это тот кофе, который с апельсином. Апельсин-шоколад. Он у меня просто уже помолотый. Вот в баночке лежит помолотый. И другой уже некуда класть. Допью его. Ну что делать? Нормальный. В принципе нормальный. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Нашла ещё упаковку кофе в Starbucks в зерне. А скорее всего Starbucks у меня будет рядышком. С моим местом, с моим апарт-отелем, где я буду жить. Кстати, цены на букинги по поводу недвижки в Турции, в Воланье. Конкретно в Воланье очень разнятся. Очень. Примерно одни и те же условия в 100 метров друг от друга вообще разные. Вообще разные цены. Вы представляете? Это жесть. На четыре дня. Ну первые четыре дня я возьму аренды. Вот к 60 девяти евро. Это, конечно, по скидке. Так, цена была там 120 евро. На четыре дня. До. 600. Вообще разбег. Ну 600 это, конечно же, всё включено. Заявляется как пятёрка отель. А на самом деле, конечно, четвёрка по факту. Потому что в Воланье, в самом городе, пятёрок нет. Один из важных критериев у отеля класса 5. Там 6 и всякие вот эти вот эти. 5, 6, 7 звёзд. Для самых звёзд. Это, конечно же, наличие большой территории. В городской черте это сделать просто невозможно. И ещё несколько ютуб-каналов смотрю сейчас по поводу недвижимости, которые продают в Турции. И очень даже неплохие предложения. И чем моложе фонд жилой, тем он, ну, тем это 100% махмутла. Было не просто одно стареё продаётся. А я не хочу жить в старом доме, понимаете? Угу. У меня этот дом старый. Вот этот дом, где я живу, 1975 года, 1975 года постройки. Дома 40 лет. Ну, так вот. А я хочу хотя бы в 10 заехать. Вот так вот. Да, блядь, что ты падаешь, что-то. Что ты? Угу. И прям завтракаю и побежала. Уже от Вадика. Муха залетела. Уже от Вадика сразу же проеду тест сдавать. Потому что время сейчас. Начало 11-го. Я к нему, ну, в 11. Чуть меньше 11-ти будет. Я уже дойду до него. Это недалеко рядом с моим домом. Вот он. Угу. И полчаса на дорогу до центра города. Не полчаса. Ну, полчаса идти до остановки, от остановки, из проезда. Да, к двум часам как раз я приеду. Угу. Угу. Как думаете, с завтраком взять этот отель? На какой-нибудь. Либо ходить на завтрак. Куда-то. Я просто все думаю. Завтрак начинают подавать в 8. С 8 до 10 завтрак. А куда мне дальше ломиться? Позавтракать и все, и идти на море. Можно до завтрака на море ходить. Маленечко схудну. Кстати, я прибавила в весе всего лишь на 1 килограмм после приезда из Крыма. После прилета из Крыма. Всего лишь на 1 килограмм. Так что кто там пишет, что там тебя разнесло? Кто там пишет? Мы смотрели твои видео прошлого года. Ты там такая хорошенькая. У меня просто челка была. Я челку выстреливаю, я снова буду казаться хорошенькой. Жарко. Я практически сюда с забранными волосами. Не могу. Кстати, я еще ни разу не пользовалась этим оттеночным шампунем. Хна смылась. Уже, блядь, сцедые волосы. Вот тут вот. Может, не знаю, может, сегодня успею. Такое ощущение, да, говорю, устые. Можно подумать, у меня семеро павловка. Ой, мои дорогие, доброе утро. Доброе утро. Как здорово, что вы у меня есть. Вы для меня самая лучшая компания. Ну, правда, так оно и есть. Сейчас еще хочу скажу. Когда я записываю видео, я же смотрю на свое отражение в камере. И получается, я разговариваю сама с собой. Вроде как обращаюсь к вам, а на самом-то деле сама с собой. Поэтому не буду отказываться. Я для себя самая лучшая компания. Самая лучшая компания. Ну, не знаю, может быть, еще денег маленько снять. Тысячи долларов по день не хватит. Ну, на букинге, смотрите, вот на букинге, где бронируешь, там по большей части везде банковская карта. А так мне вот на такие наковрижки поднимало. Или мало, или нет, не знаю. Все, мои дорогие. Как я и обещала, за 15 минут я позавтракала. Выпила. Люблю, целую, обнимаю. Пошла я сдаваться Вадику. Просто на поруки. Пожелайте мне удачи. Вам доброго дня. Люблю, целую. Тест сдан. Возможно, вечером эфир. Потому что в Турции эфиров не будет. Ну, потому что я прям больше чем уверена, что там не будет такого хорошего интернета. Все, очень вас люблю. Доброго дня. Очень-очень люблю. Прям вот поцелуйчики, обнимашечки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...